...умеет организовать и распределить обязанности. Нету семипядей во лбу ни у кого, чтобы все один замкнул на себя. Команда должна быть, ее пока не видно. То есть, это вопрос, и ваше отношение к АДС, и мы бы хотели видеть более серьезный подход к команде, видеть команду. АДС. Я не верю в то, что можно эффективно объединить политическую коалицию людей диаметрально разных политических взглядов, которые ставят различные цели, и эта коалиция сработает. Но я привожу очень простой пример. Праймерис, который сейчас они собираются делать. Скажите мне, пожалуйста, если этот праймерис выигрывает Сергей Калякин, БНФ будет поддерживать на выборах Сергея Калякина, если он говорит, что идем в Россию, построим одну державу, ведем руку. Если этот праймерис выигрывает Анатолий Лебедько, вы что, считаете, что большинство коммунистов пойдет? Нет, не пойдут. Я выиграю, не пойдут. Надо строить коалиции из реальных людей, у которых есть не ценности, несколько ценностей конкретных. Для меня сейчас первая ценность – независимость. Она под билизарной угрозой, колоссальной угрозой. Демократия. И дальше я хотел бы, чтобы Беларусь постепенно шла в Европу. Может, 20-25, может, 30 объединений. Но я Сергея Калякина как человека уважаю очень. Мне он очень нравится. Но я никогда, никогда, если бы я участвовал в праймерисе, и проиграл бы Сергею, я никогда... Я не могу дать слово перед праймерис, что я буду за человека любого идти. Тогда какое у него объединение, и что его все равно не будет? Нет, объединять можно не всех, а тех, как Анатолий Лебедько любит говорить, одной группой крови. Вот у него есть такая фраза крылатая в последнее время. Одна группа крови. Это когда я с вами собираюсь и говорю. Давайте объединимся те, кто хотят, чтобы Беларусь была самостоятельной страной, независимой и суверенной. Согласны? Сюда подойдите. Демократическая свобода. Пожалуйста, сюда. Шлях в Европу для меня тоже важен. И вот таких людей объединить легко, даже если мы по-разному думаем. Я с Душкевичем вчера спорил. Душкевич совершенно иначе понимает. Он видит в Европе много недостатков, и я их вижу. И так дальше. И он говорит, что я бы очень осторожно шел в Европу. Я хотел бы быстрее идти. Но все-таки ценности у нас с ним абсолютно одинаковые. Основные. Вот там 3-4 ценности. А в Адарясе, понимаете, это хорошие коалиции, хорошие люди, замечательные. Но никогда не будет продукта, никогда не будет деятельности, которая их объединит. Ну невозможно. Это невозможно сделать. Ну представьте, Борщевский выигрывает. Что? Коммунисты пойдут за Борщевского собирать подписи и агитировать? Ну давайте ставить реальные задачи. Я вам только одно скажу, что бывает позиция правильная, моральная, честная, хорошая. А бывает политика. Так политика это должна быть честная позиция плюс результат. Ну должен быть результат. Хоть маленький, хоть шаги. Но УДСа нет результатов за это. И не может быть априори, я считаю. Я говорю, пускай УДС будет круглым столом. Я с Колякиным буду сидеть за круглым столом, дискутировать, как нам вместе организовать наблюдение за выборами. Почему нет? Но говорить, что давайте соединим нас, и мы не знаем, кто победит, и куда он повезет, нам не важно. Лишь бы не было Лукашенко. А меня лишь бы была страна. Вот тут большая разница. Лишь бы была страна. Я таких хочу объединять, которые за страну. Вот большая разница. То есть вы против УДС? Я считаю, что АДС априори. Даже в моих выборах я сказал, 60% только на меня работало, половина РГП не работало, и коммунистов большинство не работало на меня. Хотя Колякин был начальником штата. Потому что неприемлемый Ленкевич для них. Я уважаю мнение. Деды собирали коммунисты некоторые 900 подписей за меня. Но это не значит, что большинство коммунистов пойдут. Я им чужой человек. Они по-другому видят развитие страны. Я просто говорю, давайте будем реальной политикой. Тогда мы понятны людям. А иначе мы не понятны. Потому что когда мы говорим, что мы, знаете, потом будем спорить в парламенте, какой-нибудь стране, сейчас главное спихнуть с этих и самим сесть. Уверяю вас. Мы понимаем друг друга. Лежа, сужон, не получится. Некому жизни. Поэтому я все время не был против АДС. Я знал, что не получится. Не получится с АДС реальной коалиции, способной на реальные дела. Не получилось. Не потому что я такой гениальный предсказатель. Потому что это реальная ситуация. Второй вопрос. А второй вопрос. Значит, я в командующем. Понимаете, я вам честно скажу, «Рук за свободу» не партия. Мы посмотрели, что мы сделали там за полтора года. Там сотни общественных дел по всей стране. И социальных, и культурных, и других. Мы пытаемся скоординировать работу многих-многих просто активных людей. Приходит время выборов. Ну, вроде я уже как политик, если претендую на что-то там. Но давайте скажем, есть политика в стране? Один политик в стране. Политика – это конкуренция, борьба за власть. Есть борьба за власть, если выборов нет? Мы с вами, борцы за свободу, за право человека. Да, слава богу, еще не диссидентами. Поэтому в политике мы больше всего время выборов. А так мы гражданские деятели, общественные деятели. И делаем эту всю работу. Поэтому «Рук за свободу», когда вы говорите, должна быть программа. Это не политическая организация. Это Меленкевич должен иметь, если пойдет на выборы. Но «Рук за свободу» – это объединение гражданских инициатив по всей стране. Немало сделали, особенно локальные всяких вещей. Так.